итак здравствуйте друзья сегодня я расскажу вам о четырех хороших ароматах все они произведены в арабских эмиратах ну или во всяком случае так пишут вот и и начну я пожалуй с знаменитой марки марка называется халис это вот такой вот аромат аромат называется джават аль лайл парфюмерная вода 100 миллилитров унисекс это красивая бутылочка очень такая красивая у арабских в арабской парфюмерии кстати всегда очень достойное оформление значит это кстати открылась запах прям аромат пошел это это этот аромат групп относится группе скорее всего наверное фруктовые цветочные аромат немножечко красится если видно чуть-чуть такой оранжевый цвет вот что здесь заявлено не знаю насколько это конечно точно но что я нашла пирамидку здесь специи ваниль карамель цитрусы уд цветочные ноты амбра и пудровые ноты композиция этого аромата достаточно сложная много таких бодрящих цитрусов специй уд чувствуется но не сильно вот и где-то скажем так уже на задворках чуть-чуть немножко это цветочные ноты карамель ваниль карамель здесь не сливочная карамель здесь более такая сказать в общем не сливочная однозначно а такая леденцовая наверное карамель вот характер этого аромата ванильный такой цветочный удовый пряный теплый и цитрусовый здесь очень много цитрусов я бы сказал скорее еще всего здесь есть ягоды ягоды причем черные такие наверное как черная смородина или ежевика они такие колюченькие ягоды ну во всяком случае что-то этим отдает так напоминает потом здесь какой-то момент вы можете услышать в этом аромате жевачку жевачку времен ссср такая была выпускалась тогда в ссср жевачка как не российского нашего производства которая буквально вот за минуту если вы ее живете за минуту она вся вся сладостью нее и все вот эти вот уходила и оставалось уже потом ничего не оставалось короче так вот это вот именно цитрусовая апельсиновая наверное жевачка может быть немножечко там клубнички или вишенки какой-то но это буквально длится несколько секунд в этом аромате просто легко легко ловимый в основном этот цитрус много-много цитрусов ягоды где-то еще я слышу может быть горчинка грейпфрут мандарин наверное кожура апельсина знаете вот такое вот причем самое интересное что эти цитрусы они звучат довольно долго хотя по идее они должны слетать быстро нет они видно за счет уда которого здесь немного но он есть за счет куда они звучат долго очень долго на протяжении всего практически звучание аромата и где-то скажем так за вот этим всем цитрусовым прячутся цветы и цветы с легкой ваниль кай в общем чем в чем-то даже похож на апельсиновый ликер этот аромат ну такой фруктово-удовый восток не приторный не сладкий вот придают здесь глубину аромату скорее всего довольно таки неплохой аромат он объемный он стойкий и стойкость у этого аромата потрясающе я побрызгала его на курточку где-то неделю или полторы назад может быть до сих пор куртка моя пахнет и хотя я пыталась залить чем-нибудь другим чтобы избавиться от этого аромата нет все равно этот аромат пробивается сквозь другой более 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 который свежий нанесенный и все равно слышны эти ноты то есть очень стойкий очень вот прям шлейф есть вот если много нанести этого аромата то задушите себя и окружающих это однозначно настолько тяжеленький аромат нелегкий не не для юных наверное девочек скорее всего для постарше для женщин и мужчин вот серьезный аромат на самом деле очень такой серьезный в арабской парфюмерии принципе в основном серьезные ароматы вот так что еще хотела сказать стойкость я сказала то что сложный сказала база кстати очень красивая когда вот с блотера с моего вот под выветрится такая приятная сладко цветочная база с легким все равно оттенком цитрусов это так сказал но на первых вот конечно убийственную бойственный такой аромат поэтому с ним поаккуратнее и без затеста лучше не брать этот аромат и я так считаю я его наверно буду использовать но скорее всего даже я буду его разбавлять с чем-нибудь потому как мы тяжеловат даже для меня хотя я люблю такие ароматы возможно и в том виде в котором он есть но не часто однозначно потому как игры очень стойкий одежду потом стирать придется после него однозначно и так дальше дальше у меня идет тоже красивый аромат вот вот он такой я наверно сниму пленочку я ее не снимала не хотела как бы залапывать коробки чтобы отпечатки оставались для вас коробки я все равно я выкину потом все наверное потому что они очень большие занимают очень много места и так аромат это браун орхид голд эдиши меня это комплект это парфюмированная вода 80 миллилитров сейчас я вам покажу вот так это все выглядит ну ладно пусть будет так немножечко что-то здесь не то ладно вот такая вот бутылочка идет она в комплекте это комплект как я сказала с дезодорантом небольшой маленький дезодорантик вот эти камня кстати не помню пользовался нет нет по-моему еще не пользовалась вот сама коробка это фирма кстати fragrance world насколько я знаю на бьюти депо представлены два аромата этой всего лишь фирмы производителя оба я их купила вот поэтому дальше теряюсь группа смотрите какое оформление прежде всего это бутылочка как будто обтянута кожей причем кожа здесь с гравировкой тут написано 80 миллилитров вода парфан браун орхид с двух сторон еще здесь вот такая шнуровка с бантиком красивое оформление умеют делать сейчас я нанесу если честно я уж тут у меня нос подзабился вот этим ароматом такая бутылочка и так группа этого аромата цветочные древесные верхние ноты орхидеи средний цветочный нос ноты и база древесной другой правитки я не видела нигде в интернете может быть не нашла не знаю что что это за аромат в целом этот аромат сладкий сладкий в направлении да кстати направлении тома форда в направлении но не копия не похож далеко не похож но что-то такое есть прослеживается здесь ваниль здесь цветы скорее всего до орхидея хотя если честно ну не знаю орхидея сколько я не нюхала они в общем то как-то не все орхидеи пахнут и не особо такой яркий них аромату орхидеи да и древесные ноты здесь тоже есть друзья но их немного в основном в основном это сладость сладость такая с цветами ваниль в перемешку с цветами аромат красивый аромат стойки особо больше ничего сказать не могу да в направлении тома форда до принципе хороший аромат дальше друзья давайте еще раз кое-что мне надо вам сказать чтобы мы с вами точно уже определились ребята я знаю что сейчас свет садится плохо и так давайте определимся в терминах что такое подделки потому что дальше будут это коснется дальше тех ароматов которых я буду рассказывать и так что такое подделки поделки в моем понимании это то те ароматы которые подделывают буквально до как до до шрифт до шрифта до коров от коробки начиная от флакон сам аромат более или менее пытаются подделать сейчас вот то есть максимально пытаются приблизиться к оригиналу и до пару его сейчас на настолько это все распространено что сейчас даже можно не отличить подделку от оригинала вот дальше речь пойдет о что такое копия дальше речь пойдет о именно об аналогах о копиях так вот что такое аналог или копия аналог или копия это когда флакон внешний вид и также внутренний ас скажем так внутренние внутреннее содержание до сам аромат отдаленно напоминает своего старшего собрата то есть знаменитого и популярный какой-то аромат общем если правильно высказалась поэтому дальше которые ароматы пойдут я буду называть аналогами копиями это не подделки они напоминают да то есть по каким по каким-то признакам можно определить что это вот похоже будет на тот или аналогами на другой аромат ладно хорош болтать на эти ароматы которые сейчас поэтому я не нашла пирамиды кстати я заказывала сайта которые вам рекомендовать не буду поэтому не просите меня дать ссылочку в этот сайт мне не понравилась работа этого сайта я заказала ароматы на следующий день мне перезвонили попросили оплатить я оплатила потом еще раз на следующий день мне перезванивают и говорят что я забыла оплатить им я говорю подождите говорю я вам оплатила то есть поднимите проверьте они проверили да извинились правда потом значит через 15 минут опять перезванивают и сообщают что из трех ароматов которые я заказала у них двух нет в наличии и они меня просят взять труд другие ароматы в общем в итоге да из того что я хотела я не взяла только один аромат остальные два это уже скажем так ну не то что хотела ну ладно поэтому я не буду давать ссылку и так продолжим и так еще один аромат посмотрите какая коробочка здесь написано форум беден геймс если я правильно говорю извините за мой английский не учила английский никогда а вот и парфюм 100 миллилитров коробочка вот так вот снимается здесь беленькая коробочка буква к да похож на килин байки линда знак фрагранс форум город это арабская фирма такой вот значок арабский язык в принципе вот так это все выглядит здесь тоже голограмм как кстати да и сама коробка ой сам флакон сам флакон выглядит я его залапала уж вот так вот черный это стекло черное внутри жидкость прозрачная довольно таки массивно хороший такой тяжеленький крышечка такая тоже пластмасса но внутри железом плотно все сидит вот и что же это за аромат в целом это тоже сладкий аромат немножко спиртит на старте здесь что я слышу друзья пирамид не знаю не нашла в интернете нет по-моему на эти ароматы вообще пирамиды и отзывов особо нет нету и так что я слышу на старте здесь сладость ваниль ваниль плюс герань если нюхали эфирное масло герани у меня оно есть я даже сравнивала вот смешать ваниль с эфирным маслом герани приблизительно такой будет аромат в целом это очень-очень сладко попослепательно сладко может быть еще что-то есть но я мой нос не улавливает немножко монотонный аромат неглубокий я бы сказала такой простоватенький наверное все-таки но неплохой неплохой для тех кто любит сладость я думаю он вполне себе подойдет и для молоденьких девочек и постарше просто сладость просто вот это сладость гераневая я такую сладость гераневую не очень люблю если вы меня понимаете о чем я но сам по себе аромат неплохой стойкость есть у него где-то ну часов от трех до шести он слышен неплохо так слышен потом естественно угасает итак друзья продолжу села у меня батарейка и и в камере и освещение села поэтому я извиняюсь но нужно закончить снимать это видео и по возможности я пыталась как-то компенсировать это освещение но не знаю насколько это получается наверно плохо поэтому извиняюсь и так продолжим еще один прекрасный хороший аромат с голограммкой вот если видно я пленочку сниму наверное не хотелось в коробке так вот это все выглядит друзья у меня почему еще у меня нет возможности снимать днем поэтому я снимаю вечером и освещение недостаточно конечно итак этот аромат это блэк афгана это конечно не настоящий блэк афгана это сейчас я посмотрю 100 миллилитров оде парфан фирма это я не знаю название как она тут просто какая-то такая башенка коробочка черненькая кстати вот еще чтобы видно было и вот так вот это конечно же за закону закос или аналог под блэк афгана отдаленно напоминающий конечно вот так здесь наклейка металлическая такая под металл но это не металл написано блэк афгана бутылка такая хорошая тяжеленькая внушительная с крышкой чем-то напоминающий от лалик я уже заляпала руками отпечатки есть конечно вот такой вот аромат сейчас я вам расскажу вот этот аромат я сразу скажу забегая наперед он так и жидкость коричневатая такая вот этот аромат мне понравился но больше всех рука непроизвольно к нему тянется так вот что же там налитом в основном это тоже сладкий аромат для тех кто любит сладкое будет кстати для тех кто любит сладкое подойдет как нельзя иначе но этот аромат более интересный для меня из всех представленных что я здесь слышу ваниль прежде всего ваниль потом чувствуются восковые свечи причем восковые свечи натуральные если вы знаете что бывают в церкви даже продаются натуральные восковые свечи и так скажем ну тоже аналог подделга из чего-то из другого сделано не знаю с чего так вот у меня у меня есть дома натуральные восковые свечи и они вот пахнут как здесь отголоски в этом вот аромате и такие же вот не знаю как это объяснить в общем восковые свечи натуральные вот дальше здесь чувствуется ладан здесь немножечко немножечко такой такие специям и немножечко дымок это вот а дымок такой знаете как будто священник прошел с кадилом где-то за полчаса за минут 15 до вашего прихода допустим в церковь и вот он как бы дымок уже подрастворился но все равно и присутствует но здесь красивый красивый ладан мягкие такое не знаю обволакивающий очень красиво и вот эти свечи это сочетание и все это на сладко на сладкой такой подложке все это красиво так звучит если не принюхиваться то да покажется немножко просто сладкий но когда ты начинаешь принюхиваться и вдыхать ты понимаешь что здесь есть вот эти вот свечи восковые этот ладан аромат кстати не праздничный не так сказать не веселенький такой но и не сказать что он депрессивный нет этот аромат умер умиротворяющий такой он приносит такое спокойствие какое такое заставляет немножко погрузиться наверное в себя то есть как-то сказать начинаешь шевелить мозгами думать как бы диалог даже внутренний какой-то с собой вести вот это об этом если вы были наверняка многие из вас были в церкви вот когда ты заходишь в церковь ты попадаешь какую-то другую атмосферу вот здесь то же самое сам по себе аромат не сказать что богатая такая какая-то пирамида хотя может быть она и богатая но мой нос просто не слышит вот не сказать что аромат совсем прозрачный и не сказать что он такой прям насыщенный какой-то глубокий нет нет он более легкий что-то такое среднее но в общем в целом целом это база ваниль потом восковые свечи ладан немножко дымка и специй вот это об этом аромат подойдет кстати для тех кто очень любит медитировать такой нанесли и пошли медитировать и он вот в это состояние поможет вам войти также его хорошо наносить еще на ночь в постели почему бы и нет он не задушит не удушит он наоборот вам поможет погрузиться в сон такой общем умиротворяющий спокойный красивый аромат я просто от него в восторге сама даже не ожидала что настолько понравится я уже тут его не видно ну изрядно я им попользовалась и до сих пор от хочется пользоваться аромат обволакивает создает вопрос вокруг вас такое облачко ау вот и вы в этой ауре как бы в этом облачке находитесь он не шлейфовый навряд ли он шлейфовый нет я бы не сказала но кто попадет в вашу ауру да его почувствует наверно в общем аромат по стойкости средней стойкости хотелось бы больше потому что если аромат нравится хочется больше вот ну где-то я скажу 6 часов до наверное слышно будет потом уже будут тоже опять же такие отголоски вот как и с этим ароматом принципе они по стойкости похожи вот но красивый на блатере держится очень долго очень долго то есть все вот эти четыре аромата на бутерах я не знаю вот эти три даже скажем так 3-4 дня на блатерах да и более и больше даже держится этот вообще по моему не убиваемый вот да еще по поводу этого аромата на коже на коже он раскрывается немножко по-другому появляются как то сказать больше что ли специи больше то есть сладких но становится меньше а восковость специи и дымок они более раскрываются были так громче чуть чуть громче обычного звучат то есть на именно на кожу вот он себя так ведет немножко иначе а и на одежде он ну такой больше сладкий конечно ванильный но аромат прекраснейший я бы вот кто любит сладость я бы вот рекомендовал попробовать мне очень понравился кто любит кстати сладости этот тоже аромат и этот подойдет этот просто с геранью этот здесь такими отголосками орхидея или в направлении тома формы что-то такое целом вот такие вот ароматы ладно друзья не буду за буду заканчивать буду закругляться так как у меня со света тут полный аут но если вам что-то интересно пишите отвечу про сайт не спрашивайте еще раз говорю не буду говорить типа покупала могу сказать что вот этот и вот этот аромат вот эти два они есть на бьюти депо вот эти надо поискать в интернете но будьте внимательны так как в основном эти ароматы продаются там же где подделки продаются или ищите в общем найдете ну я с вами прощаюсь до новых встреч пока пока